Приветствую вас. Смотрите, какая история. Вы описываете ситуации неловкости. Вы описываете ситуации неловкости, вы описываете моменты неловкости, то есть вот, как бы, описываете, когда мужчина явно был не по себе, не знал, что делать, как делать, как поступать. Вот, то или иное ситуации, связанные с подарками, с одноками внимания от девушек. И здесь нужно понимать, что любая неловкость имеет под собой причины и основания, которые кроются исключительно в мотивации и заинтересованности. То есть, то есть, почему мужчины чувствуют неловкость, да? Потому что отношения развиваются или проявляют себя как-то не так, как он, например, хотел бы, как он ожидал бы и так далее. Мужчины чувствуют неловкость, потому что не знают, что делать. И раз он не знает, что делать, значит, он мучен выбором. То есть, он думает, как ему выбрать. Он не знает, как правильно будет поступить. Если мужчина не знает, как правильно будет поступить, значит, он, скорее всего, мечется между тем, что надо и тем, что он хочет. Вот. То есть, тем, как надо поступить и тем, как хочется поступить. Это, на самом деле, немного разные вещи, как вы понимаете. И неловкость создается благодаря этому конфликту тому, как надо и тому, как хочется. И здесь нужно отметить следующее. Желание мужчины и прочее прочее, то, что он хочет, да? Напрямую зависит от его, например, устроенности от его, например, удовлетворенности от, ну, удовлетворенности от того, что он делает и как он делает, да? Вот. И так далее. То есть, если у мужчины эти желания есть, если они у него есть, эти желания, то это означает, что он действительно чего-то хочет, что он действительно чем-то, ни чем-то не удовлетворен. Это не обязательно означает чувство по отношению к девушке, которая подарила и так далее. Нет. Это означает, что мужчина видит, что подобный подарок можно интерпретировать, как возведение отношений на более высокий или на более близкий уровень. Так? Еще раз повторяю. Интерпретировать. Не обязательно, что это так. Это именно интерпретация. И если мы говорим про интерпретацию, если мы говорим про интерпретацию, то, значит, у мужчины есть какие-то желания. Вот и все. Человек, который удовлетворен или который уверен в своих желаниях, он не будет вести себя таким образом. Он либо подарок отклонит, мягко, но уверенно, либо подарок примет с благодарностью и что-то такое. Опять же, уверенный в себе человек не будет считать, что вот тот факт, что ему вручили презент, подарок и так далее, его к чему-то обязывают. Потому что, ну, вручили, вручили. Он может что-то подарить в ответ. Он подарит, не захочет, не будет дарить. Понимает, что инициатива полностью того, кто подарил. И это как бы нормально. Поэтому здесь вот такой момент первый. С другой стороны, другой момент, другой момент заключается в том, что он, ну и вы, и мужчины, которых вы описываете, что ваш мужчина, что мужчина вашей знакомой, боятся близости. То есть, вы втроем, вот, вы и оба мужчина боитесь близости. То есть, вы почему-то там уклонились от ответа на вопрос, который вам мужчина задал. Мужина такие достаточно двусмысленные, ну, фразы говорить, которые можно интерпретировать в целом по-разному. Да? Вот. И это говорит о том, что люди боятся близости. То есть, они не признают, не принимают своих желаний, которые у них есть, к сожалению. Страх близости – это непринятие своих чувств. Страх близости – это непринятие своих желаний. Страх близости – это недоверие к себе, недоверие к своим желаниям, недоверие к своим чувствам. И можно говорить здесь о том, что, в общем-то, это проблема. То есть подобные отношения, подобные ситуации возникают между людьми или с человеком, который боится близости. Который боится сближения, потому что сближение, по его мнению, может причинить ему боль. Вот. Значит, например, вы говорите, что... Ну, что вы хотели его просто поздравить, да? Но при этом вы очень много внимания уделяете тому, что он хотел токсично намекнуть, что-то еще, да, и так далее. То есть у вас явно есть какие-то чувства к нему, да вы и сами пишете, что мужчина может догадываться, что к нему есть чувства. Но почему не тогда, если эти чувства есть, они до сих пор не выражены адекватно, чтобы мужчина не догадывался, а знал? Почему вы не открыли? Знаете, знаете, какая штука? Вот. Ну вот. В принципе, такой момент, такой момент. И вот со страхом близости, да, в принципе, можно и нужно работать, чтобы, ну, чтобы все-таки не было таких казусов. И в этом смысле вы направляете свой ресурс немножечко не туда, да, в этом смысле вы направляете свой ресурс Немножечко в другую сторону, в другое русло, то есть вы направляете свой ресурс на то, чтобы понять человека. Хотя на самом деле, на самом деле вам желательно пытаться понять себя, потому что другого человека вы не переделаете. Другого человека вы не переделаете. А вот, а вот, вот, себя подкорректировать и стать более, так скажем, живой, более аутентичной, да, более искренней, более открытой, ну, если вы можете вполне. И тогда в вашей жизни не будет таких, ну, таких непоняток, что ли, что ли, таких странностей, таких ситуаций. Вот. И все будет гораздо проще. Потому что, опять же, по опыту, по опыту, по опыту, своему опыту работы я могу сказать, что люди, которые чересчур много уделяют внимания вот таким вещам, это люди, которые хотят отношений. То есть они сверх мотивированы на то, чтобы быть в отношениях, с одной стороны. И, с другой стороны, это люди, которые, вот, собственно, боятся близости, то есть не готовы, не готовы открыться для того, чтобы у них эти самые отношения были. Понимаете? Какая штука. Опять же, никакого обвинения в данном случае вас в чем-либо нет, потому что, ну, как бы, какой смысл, да, я не претендую вас именно обвинять в чем-то. Вот. У меня нет таких, такой цели. Вот. Я хотел именно раскрыть вам, вот, откуда и как это происходит. И что в этой ситуации вы можете сделать, да. То есть, если вам нравится такой мужчина, который, вот, ведет себя подобным образом, который, ну, проявляет себя так, который, вот, ну, вот. Такой. Да, такой. Вот он. Не слишком уверен в себе. Если вам нравится это, то никто не мешает вам взаимодействовать с ним по-другому. Никто не мешает вам общаться с ним. Просто имейте в виду, что, вот, если вы будете с ним взаимодействовать, то вам, скорее всего, придется проявлять инициативу. И проявлять инициативу, к сожалению, неоднократно. Просто потому, что это, вот, человек такой. Он не плохой человек. Он не плохой человек. Просто он такой, такой. И вам нужно понять. Вы, как женщина, готовы вообще, вот, ну, его принять. Готовы ли вы принять мужчину? Готовы ли вы принять его таким, как он есть? Если не готовы, то хорошо. Замечательно. Если нет, то, в таком случае, возможно, лучше не стоит даже с ним отношения начинать. Ну, понимаете? Какая штука. То есть, тут вот такой момент. И чем больше вы пытаетесь понять человека, причем человека, пусть вы и знакомы давно, но все равно незнакомого сейчас человека. То есть, ну, не то, что даже не знакомого, а, скажем, другого человека, которого понять, в принципе, ну, в принципе, тяжелее, да? Вот. Чем больше вы пытаетесь понять его, тем больше у вас сложностей будет, тем больше вы будете чувствовать, что зависит от него. Чем больше вы будете чувствовать какую-то вот, ну, какую-то неопределенность, что ли, понимаете? Вот. А это все-таки не та история, которая может даже вам плюс. Это все-таки не та история, которая может помочь вам лучше себя ощущать. Понимаете? Понимаете? Вот. Поэтому вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.